Народ, привет! Это Игорь из Австралии. В сегодняшнее видео мы поговорим о взаимном уважении. Как обычно, что натолкнуло на это видео? Гулял сегодня по пляжу Сан-Килда и увидел двух парней, которые лежали на песке. На пляже народу немного было, потому что хоть сегодня и солнечно, но довольно-таки ветрено. Ну и лежат два этих голубка, блин. Ноги переплетены друг с другом, один лежит наверху другого, ну и целуются, лапзаются там. Непонятно, что делают. Ну, короче, чуть ли у них это. Недейство там происходит буквально в ближайшие несколько минут. И все это происходит на глазах родителей, с детьми гуляют вокруг. Туристы там есть, китайские, иностранные всякие. И это, я не знаю, или это считается нормально, или они до такой степени охерели от своей безнаказанности, что позволяют себе такое среди бела дня, это было часов три, наверное, дня после обеда, и заниматься таким делом. Дошло все до чего? Что, когда людям даешь свободу, не то, что поощряешь их выборы, ну, принимаешь, грубо говоря. Когда поощряют ребенка, родители его поведение, небо красивое, не видно, когда они поощряют его поведение, дети, ну, и люди в целом, начинают наглеть. Геи меня бесит еще с какого момента? Когда я в 20 лет, помню, поехал в Таиланд жить, ну, до этого я был в Таиланде, с отцом как-то на Новый год приезжали, ну, как-то, ну, я видел, что там это пидоростия вся процветает, дети, ой, взрослые мужики приезжают с Европы, кстати, много почему-то мужиков-извращенцев с Германии, которым уже хорошо, так, лет за 60, они на пенсии, ну, и гуляют под ручку с молодыми парнями. Ну, кто не был в Таиланде, для того это будет шок, то, что я сейчас рассказываю, но на самом деле, когда ты уже там бываешь, ты привыкаешь. Вот. И к чему я и так? Ну, потому что, ну, я еще, ну, тогда, в общем-то, развитый такой парень, ну, ну, есть, да, есть, да, такое. Потом я уже, конечно, узнал, уже когда в Таиланде жить начал, узнал, что там геев среди наших русских хватает, у них, кстати, прикол такой был, они все почему-то себе красили в белый цвет волосы, но они у них такого желтого цвета выглядели, потому что, видимо, волос темный, он не особо обесцвечивается. И самый прикол, кстати, сейчас я начал замечать в России, буквально последние два года отличительное, что так геев тогда было. Это сумочки такие, которые, ты знаете, носишь на плечо, одеваешь сумочки. Вот в Таиланде раньше так геи друг друга отличали по этим сумочкам. Я смотрю, в России сейчас начали их все носить, эти сумочки, барсетки, дурдом, даже вдруг мы, лучший как-то в России, тоже начал с этой сумочкой. Хотя он начал прикалывать, блин, а он не понимает, откуда это пошло и откуда пришло. Я помню в России, когда я в институте учился, народ с барсетками ходил, потом и меня самого пристыдили, когда я с ней ходил. Ну, я забросил это, ну, и народ, в общем-то, забросил это. А сейчас в России пошла тему вот этими сумками через плечо носить. Ну, вот в Таиланде, по крайней мере, когда это был, 2005 год, по этим сумкам геи друг друга находили. Что если ты идешь с этой сумкой, а то значит гей, то они, наверное, не знаю, что они там ели, друг друга знакомятся или что там встречается. Вот. По этим сумкам узнавали. Ну, и это. Я тут стою внизу, потому что ветер дует на улице, опять будет и надо звук жаловаться. И к чему я? В Таиланде потом я узнал, что много геев, потому что в 70-х годах, начало это еще с Филиппин, какой-то препарат, его можете в Википедии найти, если кому это интересно, подсыпали детям, мальчикам в продукты. Ну, он, очевидно, что полон эстрогена был, и он превращал, по крайней мере, я это такое объяснение вижу, более-менее адекватное, превращал мальчиков, ну, это что, более одежды, ну, да, делает женственными, и заставлял их тянуться друг к другу, и тем самым, они теряли интерес к женщинам, и, ну, и рождаемость можно было уже контролировать, правильно? Так вот, и вот, поэтому в Таиланде много геев, поэтому там, трансвеститы эти, где их много, как нигде. И вот, в Австралии, в Австралии прикол только получился, когда я приехал сюда, я тоже подумал, что здесь много геев, потому что до Австралии, я вот видел в Таиланде, что парни, когда очень хорошо за собой ухаживают, почему-либо лучше девушек, они обычно геи, но я думаю, в Австралии не геи, но на самом деле, в Австралии просто парни за собой хорошо ухаживают, это включает в себя косметику, они, ну, в Австралии то, что парни подкрашивают глаза и делают подводку, это вообще считается абсолютно нормально, но звезды же в Голливуде это делают мужчины, ну, в Австралии мужчины делают это то же самое, вот, я думал, в Австралии геев много, не, на самом деле, в Австралии их не так много, это в Таиланде, тут просто мужчины за собой следят, и тут, я слово узнал, такой метр сексуал, вот, посмотрите, кому надо, короче, в чем у меня проблема с теми геями, в том, что они требовали к себе понимания, вот, с теми же этими геевскими парадами, чтобы, чтобы их принимали, хрен с ними, мы вас будем принимать, мы вам дадим уважение, делайте, вы больные на голову, над больными людьми не смеются, над ними не издеваются, ну, они просто больные, до сколько, до 80-х годов гомосексуализм считалось, в общем-то, заболевание психически, ну, я считаю, оно так и осталось, хотя, ну, я отношусь, говорю, с геем, нормально, ну, я к ним не отношусь, я, моё мнение по поводу у них, ну, это, так, если они требуют уважения к себе, так, извините, проявляйте уважение нам, почему они позволяют себе думать, что люди вокруг них настолько принимают, что они примут любое другое их поведение, почему на пляже не увидишь лопзающегося парня с девушкой, почему, если когда ты это увидишь, как бы, по-английски называется display of affection, то есть, показания, ну, любви, не знаю, что, почему это всегда будет между лесбиянками, или между геями, и почему это всегда будет возмущать людей вокруг, почему они должны это терпеть, и вот это вот, в Австралии этого не так, как бы, как в Таиланде, но, но есть, есть, то есть, вот это, дурдом с этими всякими геями, лесбиянками, феминистками, это тут Австралия одна из первых стран, где это ЛГБТ все процветает, вот, а из новостей, кстати, про это ЛГБТ, вчера буквально видео смешное смотрел, про то, что трансвеститы в США возмущались, о том, что к ним обращаются неправильно, то есть, они хотят, ты должен сейчас знать, кто перед тобой, если перед тобой мальчик, девочка, или непонятно, кто оно, то это твоя задача, выяснить, кто оно, и ни в коем случае не обратиться к нему неправильно, потому что тебя за это подтянут, вот, такие проблемы сейчас на Западе решаются, заняться же больше нечем, вот, ну и вот, думал, расскажу вам это, прикольно, коли такое сегодня приключилось, так что, как обычно, ставим лайки, оставляем свои комментарии под этим видео, ну и подписываемся на этот канал об Австралии, для новых видео, спасибо большое за внимание, до свидания. Народ, привет, это Игорь из Австралии, в сегодняшнем видео мы поговорим о евреях, сейчас только что ездил на очередной аукцион, посмотреть, что творится, на рынке недвижимости, в Австралии продавалась, квартира, трехбедрумная, они готовы при الutilisation, люди, в котором, Продолжение следует...